Продолжение следует... Повторение «я», что это уже у нас родительный падеж единственного числа. Повторение «ю» – это дательный падеж, тоже в форме единственного числа. У прилагательного «синий» – окончание «и» – показатель формы мужского рода единственного числа именительного падежа. Изменили падеж, изменилось окончание синего. Синю «ю» – здесь изменили еще и род. Это женский род, ввинительный падеж – единственное число. Глагол «увидит» у нас употреблен в форме третьего лица единственного числа, поэтому окончание «ид» – увидишь второе лицо, единственное число, увидят третье лицо, множественное число. Некоторые слова имеют нулевое окончание, то есть окончание, не выраженное произношением звуком, а на письме буквой. Существительные некоторые в именительном падеже в единственном числе – речь, плащ, форма множественного числа родительного падежа – «из-за туч». Прилагательные имеют нулевое окончание в краткой форме, в мужском роде в единственном числе, а глаголы в форме прошедшего времени мужского рода единственного числа. При изменении формы слова меняется окончание, появляется буква. Плащ – «плащи» – множественное число. Из-за туч – родительный падеж, над тучами – творительный падеж. «Красив» – «красивы» – множественное число. «Увидел» – мужской род, увидела женский род. Окончаний нет у неизменяемых частей речи. Это наречие – «слева», «весело», на конце у них суффиксы. У неизменяемых существительных – «угостить кофе». Грамматически – это у нас форма творительного падежа, но слово не имеет окончания, оно иноязычного происхождения. И нет окончаний у служебных частей речи. Все это – неизменяемые части речи. Вспомним, что большинство существительных в русском языке в форме единственного числа относят к одному из трех склонений. К первому склонению относятся существительные женского и мужского рода с окончаниями «а» – «я». Существительных мужского рода таких немного. Они обычно называют родственников или это имена собственные. Ваня, Петя, Саша. К второму склонению относятся существительные мужского рода с нулевым окончанием и существительные среднего рода с окончанием «о» – «е». К третьему склонению относятся существительные женского рода с нулевым окончанием. Кроме того, есть небольшая группа разносклоняемых существительных. Это 10 существительных, которые оканчиваются на «мя», и еще существительный путь к ним относится. При изменении по падежам они имеют формы существительных разных типов склонений. И помним, что есть неизменяемые существительные, обозначающие как одушевленные предметы, так и неодушевленные. Это слова иноязычного происхождения. Они употребляются в одной только форме. И сегодня мы с вами поговорим о том, что такое обращение. Обращение – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому мы обращаемся с речью. Школьники, готовьте домашнее задание. В данном предложении мы обращаемся к школьникам. Очень часто обращения у нас встречаются в побудительных предложениях и называют того, кого мы побуждаем к действию. Обращения могут стоять в любой части предложения – в начале или в середине. Обращение не является членом предложения, произносится с особой звательной интонацией и на письме обязательно выделяется запятыми. Обращение у нас выражено существительным в именительном падеже. И здесь очень важно его не перепутать с подлежащим. Обращение не является членом предложения, к нему нельзя задать вопрос. А к подлежащему можно задать вопрос. Сравните. Школьники готовят домашнее задание. Кто школьники? Что они делают? Готовят. И можно задать вопрос отсказуемого. Готовят кто школьники? И последнее. Если обращение стоит в начале предложения и произносится с особой интонацией, то после него можно поставить восклицательный знак, а следующее слово написать с прописной буквы. Школьники, готовьтесь к празднику! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...